Вот смотри, разговор, дочерк, почему я говорю, он инстинкт, да? Настоянуть и вот он удар подходит. Ну, первую стаду. То есть, вот так. Почему сработает инстинкт? Потому что он и так сработает. Мы с ним разговариваем. Ах! Вон так, вот. Почему вы, когда вот так стоите, ну какой инстинкт самосохранения, когда вы встали, встали и заряжены на бой. Мы о чем с вами говорим сейчас? Поэтому, всякие умники и пишут всегда, и говорят, да ладно, это не проходит. Мы на улице, вот представьте себе, вот мы сейчас с ним стоим. Я к ним подхожу, начинаю с ним разговаривать. А он мне встает в стоечку. Вот тут просто. А он вот так вот стоит. И, понимаешь, я сразу говорю, слышь ты, ты что, боксер, что ли? Я на тебя наезжай, меня не с ролями ждешь. Просто, на самом деле, я говорю, что ли, я сразу говорю, ты что, ручки-то поднял? Слышь ты, браток, я с какого-нибудь по-человечески разговариваю нахрен, а ты мне знаешь? Ребят, когда ты говоришь с человеком, а он встает в стойку перед тобой, ты провоцируешь его, елки-то. Почему я говорю, если я отстаню с ним, все, тихо-тихо-тихо-тихо, и вдруг он, а он мне наезжает и бьет меня, я это, работаю. Понимаете? Тогда срабатывает этот инстинкт. А так, когда ты уже встал, ты его провоцируешь уже на другие действия. Тогда никакого инстинкта быть не может. Тогда то, о чем я говорю, естественно не будет работать. Почему ни до кого не доходит? Вот этот удар не получается, он не получится, если ты стоишь вот так. Никогда не получится, потому что это совершенно другая стойка, совершенно другой подход и совершенно другая динамика, он не может так получиться. Если ты просто стоишь, и у тебя есть возможность. Если ты можешь двигаться, стоишь. Если ты можешь двигаться, ты можешь сюда войти. Как хочешь, можешь войти. Ты можешь что хочешь делать, если ты будешь двигаться свободно, ударить в действие другое. И если ты вот так стоишь, то у тебя половину не получишь только в том уровне, в котором задан данный стиль. Мы с вами говорим об улице, мы с вами слушаем вороток. Эх, эх, звучит, понимаешь? Так, с улыбочкой подошли, че ты? А не просто встал, в блоки сжал и начал скакать. Ты подходишь, а сам ты понимаешь, даже если он тебя будет бить, даже и он тебя, если будет бить. То есть вы уже можете, вы сами идете, знаете, к чему идете. Он говорит, не проходит, всегда в пах. Все говорят, не проходит. Конечно, когда вот так встанем, и ты еще скажешь, ну давай, ударь на него в пах. А ну что дай мне двоечку? Фуру. На вольф пах не проходит. Не знаю, он мне всегда проходит. Понимаете, что я делаю? Вот я к чему говорю, что если мы говорим с вами об инстинктном сохранении, так это в том случае, когда мы с тобой стоим, вдруг я получил какой-то удар. Вот не важно какой. Не важно какой. Мне должен сработать инстинкт. И потом перейти в атаку. Но если я стою вот так, ну какой здесь? Какой здесь? Здесь идут навыки. Навыки те, которые мы с вами отработали в течение занятий. Кто карате, кто ушу, кто боксер, кто еще чем-то. И эти навыки начинают работать. Потому что мы встали в такую стойку, при которой мы, например, это движение и сделать-то не сможем. Да никогда это не сможем сделать. При всем при том, что мы еще уходим, у нас вот эта награда, она вот так почему-то находится все время. Посмотрите даже, боксер, который должен двигаться на носочках, у него ноги вот так вот таскаются. Почти у всех. Вот это вообще удивительно. Потом говорим, вот это не сделают. Да конечно мы не сделаем. Конечно мы не сделаем. Нужно просто понимать, что ты одно делаешь, а другое делаешь, а по-другому совсем работаешь. Совсем по-другому работаешь. Я вообще думаю, что что я делаю. Я вообще не думаю, что я делаю. Мне совершенно не надо думать. Как пошло, так и пошло. Ты запустился и пошел работать. Он начинает меня атаковать. Я запустился, там неважно как. Как я там пошел работать, куда, что мне там с ним делать. Я вообще даже волосы не забиваю. Мы просто зовем запуститься и работать. Мы работаем на алгоритме своих действий. И чем мы свободнее, тем естественнее нам будет процесс протекать. Тем больше у нас будет всяких различных там вариантов. Да вообще везде все одинаково. Только один так умеет работать, а другой не умеет. Тэквондист поставь, он сейчас будет у вас стоять. Он тоже поставь его в ринг, вас боксировать. Он ничего не сможет. Это работает. Это не работает. Он проводит анализ. У нас умных много. Они анализы проводят. Он сам этим никогда не занимался, но проводит анализ. То есть человек занимается каратетом. Он, оказывается, говорит, что вот это не работает. Он сам этим не занимался. Сам это не делал. Сам ничего подобного никогда не пробовал. В алгоритме, например, кроме как вот этого там, да. Он, например, не делал. Вот так. В таком алгоритме он не действует никогда. У него ноги не двигаются. Они сейчас застах его сделают и повторят. Он не повторит. Но они пишут. Клипы снимают. С серьезным видом. Миллионы других слушают, смотрят. Не работает. У Гарочникова не работает. Вот там Дениса Ряузова не работает. Да ты сделай, как это Денис Ряузов сделал. Попробуй. Ты попробуй с этой скоростью хочешь двинуться. С вес. С какой он делает. Нет. Будем сейчас всех критиковать. Почему? Ну сам-то не умеет. А как? А как людям? Что бы лайкали? Как все эти петухи, которые вот. Курсанты. Которые себя тут. Видели же это? Что они тут? Да. Слышишь? Мать. Известность себе решили заработать. Так ведь. Известность себе заработает. Мы же любим тухлет слушать. Тухлятину всю. Да? А где там? Про кого там пишут? В чертах? Вон какой. А своей-то головы нет ни у кого. Глаз своих нет. Головы свои нет. Маус не умеет анализировать. О! А тому какая разница? Тухлет пишет про других. Тухлятинку пускает. И значит это. Тем самым зарабатывает. Его узнали. А как он пишет. Гидарьев он тот пишет. Про этого, про этого, про этого. Ты кто? Человек. Ты кто? Покажи себя. Покажи свое. Ты кто? Человек и панакон. Ты кто? Да. Крузенштейн. Ты кто? Да. И вот у нас такая штука. Мы все время только знаем, что мы комментировать, ругать, а проанализировать подумает никто. Я почему-то еще говорю. Вот вы и ходите здесь ко мне. Чуть не каждый день. И то не можете понять толком ничего. Как может понять человек, который никогда этим не занимался? Как можно это понять? Как можно научиться? Ну дай-ка я попробую. Чего он там показал так? Ну-ка и начинай. О! Не, не работает. Так не работает. Так люди не делают. Ну делают же. Кто-то делает. Кто-то делает. Кто-то делает. Возьми, научись, у тебя будет. Лень. Нежелание ничего верить. Нежелание ничего слышать. Приподняться за счет других. То есть как приподнять себя? Нужно кого-то обругать. Тогда человек поднимается автоматически. Вот и все. Поэтому еще раз говорю. Работать так можно только при соблюдении определенных условий. То есть условия мы с вами сейчас отрабатываем. Обычные. Обычные условия. Мы с вами на улице. Начался разговор. Слушай, ты братан. Все. И начинаем беседить. Видишь, он вот, 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 вот. Он начинает. Он меня уговаривает. И вот с этого момента он вдруг наносит удар. Оф! А мы к этому должны быть готовы. Вот здесь инстинкты должны работать. То есть мы, у нас разговор идет. А не позиции там. Кто-кого-то. Пи-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. И начинаем. Как пластилиновые боксеры. То есть драка начинается или сразу, или как-то, чего-то какая-то приведу. И как только. Представляете себе. Он встает в стойку. Я человек в возрасте. Смотрю, там стоит, как там у него шея. Там мыши поломаны. Нос вот такой вот. Ручищ набитый. Он встал в стойку. Мне какой выбор? Пристрелить. Граться мне с ним? Бежать. И ложитель бежать. Я достаю нож. Боксер? Извините, пожалуйста. Благо, пользоваться умеем. Другой достанет ствол. Ствол достанет. О, браток. Вот это вот такой боксерочек. Ну, получи. И все. И закончилось. То есть, это провокация. Вот это, это провокация. Или сразу начинай. Или вообще не становись. Такую позицию. Тем более, камера везде. Встали в стойку. Левостороннюю. Приготовились. Бить надо с любого положения. Он же бить отсюда. Вот мы с вами разговариваем. Ай! Он просто меня знает как облуплен. Человек же оп и все. Ничего не сможет. И ничего не сможет он сделать. Это же не обязательно. Бить нож. И защищаться ножом с любой стороны. Я буду так стоять, а у меня бьет. Видите, я здесь не попали. Попали. Все попали. Дело не в том, как ты стоишь. Дело в том, что как ты можешь реагировать на это. Что у тебя в голове? Что у тебя на сердце? К чему ты готов? К чему ты не готов? Вот так, конечно, будешь стоять. Так, руки не вытащишь. Карман порвешь. А лучше поможешь. И все. Даже вспомните простую вещь. Гениальный боксер. Рой Джонс. Как надо? И руки за спиной. Как хочешь. Бам! Откуда хочет, а тут шлепнет. Че захочет то есть сделать? Почему? Не стандартный. Не стандартный. Не надо быть стандартным. Не надо себя зажимать какие-то раки. Наслабьтесь. Просто решите себе. Не получился. Не получился. Взять. 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 Запейте вот так. Зубами пригрызите. В голову. В глаза. В кады. В куше оторвите. Все что угодно сделайте. Только максимально агрессивно. Че там будет передовой? Люди растеряются. Не каждый способен. Даже спортсмен хороший. Не каждый способен вот эту вот выдержку. Потому что ничего не понятно. Потому что ничего не понятно. Понятная какая мышля. Вот. Все понятно. Как вот ты с этим спальнем, да? С чемпионом России, да? Все понятно. Ну тебя выгодно, когда ты работаешь по его правилам. А когда ты по своим начал, все. Все потерялось. И вот сегодня тоже. Начал работать опять в этом заживном режиме. И все. Ничего не получилось. Расслабьтесь. Расслабьтесь. Получайте удовольствие. Не зажимайтесь. Не думайте ни о чем. К чему я варю инстинкт сам скажу? Вы почувствуете? А то как? А какой инстинкт? И начинаем делать приемы. И вместо вот этого рефлекса. О! 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 Обычный рефлекс мы начинаем уже. Приемы какие-то там делать. Потому что раньше мы изучали прием вот такой. Оп! Да. И вместо обычного рефлекса начинается. Потому что это похоже. Это тоже похоже. Тоже рефлекс. Только с другой ноги. Раз. И все. Тоже рефлекс. Но мы сейчас с обычными начинаем. Как вы приучаете про себя? Если не понимаете, то просто неожиданно стойте. Стойте куда бежишь. Рефлекс. О! Вообще не работает. Вообще не работает. Вообще не работает ничего. Вообще не работает ничего. О! О! Там ракушку. У кого нет ракушек? Не бойся, Славка. Мы же с тобой друзья. Вот. Вот с этого надо начинать. Вот с этого надо начинать. Все. Видели? Какая тут реакция? Какой тут инстинкт? Видишь, мне попало. Видишь, мне попало. Видишь, мне попало. Видишь, мне попало. Этого мы не можем сделать. Мы себе представить можем, как это мы делаем. Все делаем, а воспроизвести не можем. Когда подходим, дымся. Любой ребенок. Только замахнись под затыльник ему. Сразу сейчас. Раз. Сразу. Раз. А мы тут обучаемся. Годами обучаемся. Для того, чтобы сделать, как маленький ребенок делает. Вот. И говорим еще. Не работает. Вот смех. Вот смех. Вот смех. Вот смех. Вот смех. У меня вот шпингель ходит маленький. Только попробую возьми. Раз за что-нибудь. Раз за вышку. Раз пошел. Покрепче возьмешь. Дуб. Берешь. Маленький. Вообще маленький. Ну самый гладкий. Самый гладкий. Ну прям сразу берем два. Раз. Все. И не подходи. Раз. Не трогай. А вас надо учить этому? Вас надо учить? Да не один месяц еще учить. Мы будем думать. Мозг у нас кипеть там. Будем что-то понимать там. Какой-то супер приемы. А это любой ребенок делает. Да и вы это делали. Просто забыли. Там по-другому подходите. Вы не подходите к этому. Как дети. Расслабиться. И почувствовать. Да. Действительно. Как это там. Сказать неожиданно голову махнули. Сразу. Человек весь сжимается. Сразу. Он жас весь. Все. Жас. Да. Все. А мы думаем. Как это жас? Вот так. И начинаем выкозюривать что-то там такое что-то. Просто скуваться. Будьте как дети. Ибо их есть сас небесный. Как дети. Простые. Непосредственные. С непосредственными реакциями. А у нас нет. У нас куча в голове. Столько помойки. Такое там навороченное. Такого венихрета. Что мы сделать-то ничего не можем. Простые. Где конкурен Megaệ counselors. Ты следующий, короче. Этого. Большойственная.